Всем привет! Мир, труд, май, вот о чем пойдет речь в данном видео. И конечно же о том, как я сделала вот такой дизайн. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Всем приятного просмотра! Заменитый лозунг «Мир, труд, май» все еще продолжает звучать в поздравлениях. Теплый праздник, сплотивший весь трудовой класс, остается одним из любимых праздников. Я уже нанесла на ноготки базу и два слоя лака от Орли из их весенней коллекции Pastel City оттенок Pink Noise. Теперь мне нужно сделать слайдеры с надписями «Мир, труд, май» и для этого мне понадобится силиконовый коврик. На коврике при помощи топа делаю заготовки для трех слайдеров. Более подробно о реверсивном стемпинге можно посмотреть в одном из моих видео. Ссылочку на видео оставлю в описании. Когда основа слайдеров подсохнет, перенесу с пластин подходящие мне буквы. Пластин с русским алфавитом у меня нет, поэтому пришлось немного потрудиться. Праздник 1 мая приходится на последний месяц весны, но именно он считается символом начала тепла и солнечного света. А для многих россиян он еще означает начало майских каникул, свободных от рабочей суеты и посвященных исключительно отдыху с родными и близкими. Своё начало эта дата берет в американском городе Чикаго, где 1 мая 1886 году прошла масштабная акция протеста рабочих. Митингующие требовали уменьшения количества трудовых часов в сутки до 8 вместо 12-часового рабочего дня. Но митинг в тот день не только не достиг поставленной цели, но и привел к многочисленным жертвам. Несмотря на это, ежегодно 1 мая рабочие продолжали проводить акции протеста, требуя принять во внимание их тяжелые условия труда. Конгресс 2-го интернационала, который в 1889 году проводился в Париже, решил назвать 1 мая Всемирной в нем солидарности трудящихся. Также было решено, что люди всех государств имеют право выходить на митинги ежегодно 1 мая и выдвигать свои требования, носящие социальный характер. Так, праздник труда был официально признан на государственном уровне. Ну а я тем временем нарезала слайдеры на тонкие полоски и при помощи прозрачного штампа переношу их на ноготки. При помощи пушера и кисточки, смоченной в жидкости для снятия лака, убираю лишнее, и на этом этапе дизайн можно было бы закончить. Но я решила добавить пару голубей символов мира и цветущие ветки яблони, что очень подходит, на мой взгляд, к этому весеннему дизайну. Ну а пока вы наблюдаете за данным процессом, расскажу вам еще немного о празднике. История праздника 1 мая в России начинается в 1890 году, хотя первые массовые демонстрации пролетариата были отмечены в 1897 году, когда праздник приобрел политический окрас. И уже в 1917 году целые миллионы людей шагали по улицам, требуя свержения власти. Именно в этом году российский праздник стал носить официальный характер, а демонстрации и парады начали проводить открыто. После распада Советского Союза эту дату все равно продолжают отмечать. Правда, массовых демонстраций уже не организовывают. Последний торжественный парад, посвященный 1 мая, был проведен в 1990 году. Сейчас праздник весны и труда традиционно отмечают пикником в кругу родных и друзей, а для многих жителей страны это дополнительная возможность поработать в огороде. Ну а я тем временем перекрыла дизайн двумя слоями топа и вот что в итоге у меня получилось. Если вам понравился данный дизайн или я была для вас хоть чем-то полезна, поддержите меня пальчиком вверх. Ну а я желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч!